— Короче, скотч — самая лучшая поставка для телефона, реально. — Да, ну ты вообще как депутат прямо. — Только лысый. — Ну, сейчас депутаты такие. — Да-да, красавчики. — Слушай, ну давай для людей, кто соединяется, я думаю, изначально, те, кто вот уже там 20 человек, они знали про это. И в первую очередь им интересно там услышать о плёночной фотографии, давай ты расскажи в двух словах, можешь о себе рассказать, да, как фотограф, в первую очередь, интересно. Сколько лет ты фотографируешь, потому что я помню, что как-то тебе, ну, на Бессарабке, по-моему, я у тебя показал объектив, и ты что-то упомянул, что там уже более 10 лет, да? — Да, ну серьёзно начал заниматься где-то лет, наверное, 15 назад точно. Вот. Ну, это та серьёзность, без которой уже, ну, не получается жить, потому что фотография перешла в жизнь, которая стала жизнью, вот, и много поменяла всего, ну, фотография, ну, полностью поменяла жизнь, вот, и стала просто каким-то… — Как ремеслом. — Да, и ремеслом, и спасением, и работой, и всё вместе. И вот самая важная вещь – это когда ты без этого не можешь дышать спокойно и нормально, вот, и обходиться без этого не можешь. Потом появлялись разные всякие системы, большинство среднего формата, потому что хотелось всё попробовать, всё пощупать, пожмякать, особенно когда насмотришься каких-нибудь серьёзных, там, мастеров, вот, и начинаешь потихоньку хотеть, там, Hasselblad, Mamiya, там, какие-то невероятные объективы. — Ну, что касается, ты вот затронул тему мастеров, кто тебе с фотографов, ну, вот так нравился этот период, возможно, в котором хотелось действительно попробовать только средний формат? — Я даже, честно, вот не скажу тебе, потому что, ну, нету каких-то людей, на которых бы очень сильно хотелось быть или похожим, или просто, вот, всё везде понемножку. Я про картин Брюссона узнал, ну, буквально лет, наверное, восемь назад, даже меньше, даже меньше. Мне все говорили, как ты не знаешь, кто это такой, я говорю, нет, не знаю, вот, потому что я учился, собственно, на своих граблях и продолжаю этим заниматься. никогда не учился ни в каких специальных школах, то есть всё, чего я добился и добиваюсь дальше, это только собственными упорами, граблями, как я ещё раз говорю. — Ну, слушай, то же самое, на самом деле я же самоучка полностью, и это первый там фотоаппарат, который мне попался, Олимпус Мьюшка где-то через, я уже понял, что мне просто там не хватает нажимать на спуск, захотелось механику, да, чтобы как-то изучать, уже контролировать этот сам процесс. Вот Никита писал, что ты как репортажник в первую очередь, он тебя ценит, как я понимаю. — Да, я очень долго шёл, наверное, вот к стрит-фотографии, вот, и для меня самое важное — это… вот то, что происходит в данный момент, вот, и самое главное — не нарушить вот этот баланс между мной, вот, человека с камерой, которую боятся в основном все люди, вот, и тем, что происходит. То есть, когда нет нарушения, тогда получается, этот кадр, мне кажется, будет жить, ну, фотография будет очень долго существовать сама по себе. — Зацепить в начале период, который был до того, как мы очутились больше в онлайн-жизни, да, на карантине, что ты делал, вот, как в плане репортажа до карантина? Что ты фотографировал, какие сюжеты тебя больше всего интересовали, что было, ну, интересно для тебя, что цепляло? — В основном, это метро. Метро, я просто как-то утром едешь, живёшь в метро, вечером едешь, живёшь в метро, единственное, что на протяжении днём мне не всегда получалось быть в метро. И поэтому есть такая долгая история между утром и вечером. Это история одной улицы, которую я снимал больше десяти лет. И только через девять лет после её съёмки узнал, какая она короткая. Шатару Ставели, наша прекрасная в Киеве. Кто знает её? Знаешь, она коротенькая, ужасно короткая улица. Вот. И там выросла целая серия. — До магазина. — Ещё раз, не услышал тебя. — Говорю, что на самом деле ты даже снимал четверть этой улицы? — Да-да-да. Даже меньше четверти. То есть это совсем какой-то маленький-маленький промежуток. И там оно как-то незаметно-незаметно складывается, и я начал отслеживать после того, как начал ковырять архивы. Потому что дома сижу уже полгода. И есть время этим позаниматься. И там просто какой-то огромный кладез. Можно долго не снимать, только заниматься архивом. — Скажи, а почему черно-белая фотография? Почему ЧБ? — Не знаю. Я сначала не мог понять, что делать с цветом. Я очень мало снимаю на цвет. И мне кажется, что я уже вижу в черно-белом. Ну или, может, мне так кажется. И получается, что, ну, наверное, все-таки тональность меня больше всего интересует. И, наверное, я боюсь цвета, потому что для цвета нужно очень-очень хорошая равновесие всяких цветов. А ЧБ всегда, ну, раз, и получается магия. — Ну, магия, но иногда, знаешь, оно как… Иногда мне кажется, что ЧБ периодически там более легкий, чем цвет. Ты взял какую-то цветную фотографию, перевел в ЧБ, и все. Она у тебя по большей части, типа, смотрится там довольно-таки неплохо. — Ну, у меня всегда была проблема с соединением черно-белой и цветной фотографии. Плюс ее переделывание. Потому что, ну, если у меня заряжена в камере черно-белая пленка, у меня сразу настроена голова на черно-белое изображение. Вот. У меня есть пример такой небольшой под рукой. Вот. Вот такая картинка, если ее видно вот так вот. — Она видно хорошо. — Да. Вот. Тут такие смешные зебры. Вот. Со смешного ракурса. Я ее назвал фотографией на вытянутых руках. Потому что не получилось ее снять ближе. Потому что было 50 миллиметров в основном. Это на что я снимаю. И я думаю, что если это был бы цвет, то вот эта зелень бы просто убила все, что можно было убить в этом снимке. А там есть контрасты. Есть две такие красивые задние точки. Тыц-тыц. Вот. Ну, вот это мне очень нравится. Вот еще Никита зацепил конец географии. Твой тоже можно назвать как проект, который ты уже сколько, наверное, не один год тоже тянешь? — Восемь лет. — Восемь лет. — Восемь лет я вот снимаю, и это переросло в жизнь. Вот реально этих людей, которых я снимаю, в мою жизнь. Потому что я об этом думаю, то, что я сделаю, ну, практически 20 часов в сутки. Каждый день. То есть это что-то меняется в голове в плане того, как это все показать людям. Потому что уже хочется это все-таки допечатать и показать. Вот. Оно мелкими шагами печатается. Вот. Есть уже какой-то материал. Мы еще говорили, наверное, там практически год назад, и ты хотела распечатать, что-то сделать. И так оно как-то все тянется. Ты утопаешь в каких-то там рабочих больше таких функциональных процессах. Рабочих. — Да. Тут такая штука. И это нужно либо делать сразу, печатать. Вот. Либо просто, вот, не знаю, на какое время можно... Ну, это очень сложно морально понять, что тебе нужно. Потому что материалы снято. — А как ты вот фотографируешь, снимаешь? Ты сам сканируешь, вернее, сам проявляешь, да? Тоже расскажи вот этот весь процесс. У тебя получается, ты по большей части как ремесленник, занимаешься процессом. Иногда ты кому-то отдаешь, по-моему, запорожцу, да? Ты говорил, что парочку там отдавал. — Да. Есть такой... Есть такой Виталий Запорожец. Мой товарищ. Мы с ним дружим уже сто лет. Не знаю. Лет, наверное. Ну, двадцать пять точно. Вот. Это человек, который профессионально занимается фотографией в два раза больше, чем я. со школы. Вот. И то, что он делает с цветом, ну, это невероятная просто вещь. Ну, вот. Все, что мне нужно сосканировать. Ну, те редкие картинки, которые я снимаю на цвет, делает только Виталик. Потому что он понимает, как выглядит цвет и как выглядит, ну, вот, конечный результат. То есть он видит моими глазами. Такой же человек есть, который печатает фотографии. Я сам не печатаю. К сожалению, не хватает времени для этого. Вот. И вот он тоже видит моими глазами. Мне не надо ему ничего объяснять. Он просто понимает, что мне нужно. И все. Это очень круто. Ну, это важно. Я еще помню, что у Хельмут Ньютона он рассказывал, что важно в жизни найти человека, который тебя будет проявлять и сканировать. Это одна из составляющих, вообще, выхода, конечный результат твоей фотографии. Да. Это очень важно, потому что, ну, я проявляю только сам и сканирую только сам черно-белое изображение. Вот. И проявлять я начал лет, наверное, десять назад. Угу. И просто, когда ты можешь научиться сам руководить вот этим процессом, потому что им можно варьировать. Вот. Потому что я снимаю в основном, очень редко пользуюсь экспонометрией, потому что камеры в основном 50-х, 60-х, 70-х годов. Вот. Это система Leica M, вот, на которую я снимаю уже больше, наверное, ну, около десяти лет точно. Вот. И другим просто больше ничем не снимаю. То есть, ты для себя, вот, изначально, когда открыл Leica, всё... Да. А какой фотоаппарат был изначально? Самый первый? Ты помнишь свой? Самый первый фотоаппарат был Kyiv 19M. То есть, получаешь... А, ну, тогда же автоматики никакой или какие-то... Это зерк... Да-да-да. Это была зеркальная камера, вот. И это такая была осознанная покупка за свои, там, заработанные деньги. Вот. А потом я начал сразу становиться балованным, потому что у меня были Pentax, там, с объективами 51.2, очень крутыми. Вот. И пошло-поехало. А потом было, там, ну, около 15 или 18 камер среднего формата, узких камер разных, 35 миллиметров. Длинофокусных объективов было, не знаю, 20, наверное, точно. Да. Но ты основывал, у тебя большая часть работ на 50 миллиметров, да? Или на сколько рано? Не, в основном... Ну да, в основном это было 50, пока я не понял, что такое шире. Потом было, там, 35, потом было 28. Вот. И сейчас, в основном, это 21 миллиметр. 50 и 21. То есть, вот это два, два моих любимых объектива, ну, два фокусных расстояния. Вот. Последняя серия была снята, вот, конца географии. 21-го не было объектива, а был 28. И вот 95% из 20 пленок было снято на 28 миллиметров. Угу. А сейчас у тебя сколько объективов всего? Ну, сейчас осталось два, все остальное было продано. Вот. Вот. И осталось 50 миллиметров и 21 миллиметр. Это, в основном, очень старые объективы. Вот. Какие? У них есть просто... Какие? Да? Ну, ну... Всегда, всегда это, в основном, лейка. Ну, вот люди, да, которые интересуются, будут смотреть эфиры, которым будет интересно там по аппаратам и по объективам, я думаю, что могут тебе, там, задать какой-то вопрос вдруг. Да, у меня всегда открытые двери. Всегда свободный телефон для любых консультаций. Я всегда смогу помочь. Вот. Можно подобрать конкретно какую-то камеру. Вот. Если человек не совсем понимает, что он хочет, можно сделать какой-то совет или, там, рассказать просто. Или посмотреть на... Ну, есть, есть мой фейсбук, ну, в доступе, не закрытый. И есть инстаграм, в котором тоже достаточно много фотографий. Вот. И там есть кусочки конца географии, там, истории одной улицы или там просто какие-то проходящие там крадеры. Кстати, конец географии, это ты фотографируешь где-то в селе, где-то, где ты живешь? Это село, это конец Сумской области, под Курской областью, до границы там 600 метров. Из-за этого как бы название само... Я случайно, чисто случайно, после того, как это все снимаю, два года назад ехал туда и случайно какие-то женщины между собой разговаривали. Вот. Кто ж к нам поедет в этот конец географии? Угу. И все. И так оно просто приросло. И это название было сначала, я думал, это будет какое-то рабочее для себя, чтобы понимать, для чего это нужно. Вот. А потом оно стало вот просто таким вот прямо заголовком. Вот. И надеюсь, когда-нибудь будет выставка. Угу. Ну, очень хочется, на самом деле, что тогда еще до этого карантина всего была идея сделать. Вот в том же месте, где у меня проходило там в прошлом году, можно. Я надеюсь, что это все как бы там как-то сдвинется с места. Расскажи, вот теперь ты рассказал, что ты снимал до самого карантина. Вот как изменилась твоя жизнь в период, как фотографа я имею в виду, в период самого карантина и что ты вот сейчас, допустим, фотографируешь. Что ты можешь, к примеру, порекомендовать фотографам, которые там сидят дома и не выходят. Потому что у меня есть некоторые знакомые, которые за период всего карантина и там два раза, к примеру, из дому. Да, я думаю, что это могут люди, которые там дома снимать, как-то делать фотографию. Если же они выходят на улицу, то что-то снимать на самой улице. Смотри, есть такая штука, ну для меня, по крайней мере. У меня ничего не поменялось, кроме того, что я нахожусь в не совсем свободном сейчас передвижении в силу разных нюансов по здоровью. Но даже с учетом вот этих сложностей карантин в моей жизни ничего не поменял. Я выхожу точно так же, как я и выходил, просто чуть-чуть это меньше и не дальше. И небольшой просто круг того, куда я могу попасть сейчас. Ты фотографируешь людей? Все остаются те же люди или какое-то пространство, в которых этих людей уже нет. Ну или они боятся просто выходить на улицу. Но я с уверенностью, если бы я никуда не выходил, я бы снимал бы дома. То есть дома всегда что-то происходит и каждый раз разница. Даже если это день сурка для кого-то или там, когда мне люди говорят, что тут нечего снимать. Ну всегда есть что-то снимать. Всегда есть разные эмоции. Даже если ты один дома, можно делать автопортрет. Если нет штатива, можно подоконник. Если нет подоконника, можно сделать, как я с телефоном, на скотч. И так же камера становится на скотч. Всегда есть что-то снимать. Как ты... Ну вот, к примеру, какой-то кадр сейчас на улице. Как ты его отличаешь от тех, которые были до периода карантина? Ты именно ищешь людей, которые, к примеру, там в маске находятся. Или это какая-то, наоборот, большая группа людей. А ты, к примеру, знаешь, что сейчас там собираться нежелательно. Эти люди там устроили какой-то налавочки. Какие-то моменты, которые бы отличали фотографии до этого периода с моментом, который сейчас. Смотри, я просто начал снимать. Вот как только появились маски, я начал снимать маски, потому что я был в больнице очень долго. И после операции на второй день мне уже мои девочки привезли мою камеру. И я уже в больнице снимался лежа. Вот. И все начиналось с масок в больнице до карантина. Вот. Потом, я думаю, классная серия будет. Больницу можно смешать с масками теперь. Вот. И как только я начал снимать маски, их появилось много просто, много всего. Вот. И когда ты повторяешься, уже не интересно. Я как бы впереди паровоза никогда не бегу, но быть первым. Ну, то есть, если у меня не получилось... Все начали... Да, да, да. Массовую. Начали все фотографировать всех в масках. И я понял, что это надо быстро заканчивать. Вот. Поэтому я стараюсь снимать то, как происходит... Ну, как происходила улица до этого, просто она стала немножко менее насыщенной. Вот. Но то же самое происходит. И нету какого-то определенного вот момента то, что я снимаю. Все это исходит вот отсюда. То есть, вот оно на уровне чувств работает. Там Никита задает вопрос. Какую стилистику фотографии любишь и как относишься к блюру? Ну, наверное, все-таки это... Ну, самое мое любимое – это жанровый портрет. Вот. Когда-то я снимал портреты на 200 миллиметров или на 400. А теперь снимаю их на 21, там, максимум на 50 миллиметров. И как только получается жанр – это когда портрет в своей среде, то есть, человек в своей среде. Ну, это лучше всего. То есть, это могут быть дети, старики, ну, кто угодно. Естественным светом, да, в основном? Да. Только естественный свет, да. И, ну, без разницы. То есть, я всегда, если, допустим, чем-то жертвую, то жертвую всегда выдержкой, а не диафрагмой. То есть, это может быть с рук снято, там, на одной секунде или, там, на одной 125-й. Без разницы. То есть, резкость вообще для меня, ну, вообще понятия такого нет. А к блюру как относишься? Ну, и каким-то вообще эффектам, к фильтрам? Я пользуюсь фильтрами только для черно-белой фотографии. Вот. Это желто-зеленый, красный и ND-фильтр для того, чтобы в солнечную погоду хоть как-то можно было что-то снимать. На светочувствительных пленках я давно уже не работаю. То есть, в основном это 100 единиц, 50 единиц. И одна из самых любимых – это советская старая пленка Микрат 300. Вот. В ней было изначально 2,5 единицы. Вот. Мы ее разогнали до 12-16 ISO. Вот. И в ней получается магия, потому что есть… Она очень высокого контраста. Угу. И на длинных выдержках, когда ты снимаешь, ну, или на очень маленькой чувствительности, вот. Ты просто понимаешь, что тебе нужно полностью сгруппироваться. Даже не физически, а больше морально. И ты должен понимать, насколько эта нерезкость будет у тебя в кадре. И как она будет правильно потом жить. Вот. В основном… В основном это часть ты себя фотографируешь. Большая часть, которая черно-белая. И пушишь ли ты ее или же в основном снимаешь по номиналу? Вот поэтому нужно самому проявлять. Потому что, когда ты сам снимаешь и можешь это дело изгибать, как тебе удобно. Вот. То можно проявкой, допустим, тот же пуш или тот же пул сделать без проблем. То есть, туда и сюда пленка достаточно эластичная. Она тянется любая. Я пользуюсь сейчас самой дешевой пленкой. Вот, которая есть черно-белая. Вот. И она прекрасно, ну, прекрасно работает. И можно под все подобрать проявку. Есть куча реактивов. Есть старых, известных. Там самый… Ну, один из любимых – это D76. Которому уже там сто лет, наверное, если не больше. Вот. И можно делать, ну, просто чудеса. А что касается цветной пленки, ты тоже, ну, там, пуш к примеру делаешь, если нужно подтянуть этот контраст? Да, обязательно. Обязательно. Все можно делать. Особенно, если ты сам научился проявлять цветную пленку. Вот. Я, в принципе, вот буквально на одном шаге до проявки самостоятельно цветной пленки. Вот. Там тоже есть и пуш, и пул, и любая, даже классическая дешевая пленка очень тоже круто выгибается и в пуш, и в пул. Угу. Слушай, а расскажи немного про вот советское время. Меня интересовало, как вот этот весь процесс происходил в тот период? Ну, с цветом не знаю, потому что этот процесс в цветном варианте я не застал. Вот. Ну, никогда даже не интересно было. Застал? Он позже, получается, был? Ну, он был тогда, он был тогда, вот, но он был какой-то, наверное, сложный. И, не знаю, в основном это было все черно-белое. Ну, вот я в детстве помню. Все, что меня окружало, это все черно-белые фотографии. И, получается, это можно было куда-то отнести, чтобы сделали... Все, в основном все делали, все делали, к сожалению, к счастью, к счастью, это все делалось дома. Все это было, стоило копейки какие-то. Это химия, фиксаж, проявитель, пленка по 35 копеек или по 60, что-то такое. Все это очень недорого стоило. Оно, конечно, было все непрофессиональное, потому что в нашей стране не производилась никакая профессиональная фототехника. Ну, фототехника и профотоаппарат. Даже Киев 88, про который идут какие-то страшные истории, там в инструкции написано. Камера любительская. А какие-то зарубленные камеры вообще нереально было? Или они там стоили? Ну, они стоили сумасшедших денег, там, если у кого-то был какой-то там FM-2 Nikon или там Leica, ну, это просто очень-очень были серьезные люди. Слушай, скажи, почему вообще пленочная как таковая фотография, почему ты не пробуешь, ну, вернее, я знаю, что ты пробовал снимать на цифры, но почему цифра, к примеру, тебя там не захватывает? Я перепробовал очень много всего, перепробовал всю цифровую лейку, которая есть сейчас, до последней, там, вот, на сегодняшний день М-10, вот, и с самыми лучшими, на мой взгляд, объективами, которые можно себе только представить. Ну, вот, и вот оно не дает. Я вот просто вижу конечный результат, вот у меня есть уже там этот файл, я его открываю в компьютере, и у меня вот такие огромные долго глаза получатся. Я просто не знаю, что ты с этим делаешь. У меня стопор начинается. Я один раз попробовал, второй раз, третий, пятый, двадцатый, вот, и мы с Никитой, кстати, недавно разговаривали по поводу возможности покупки цифровой камеры. Еще раз, я для себя там понял. Я понимаю просто, что у меня просто, просто это будет лишний стопор, я просто останавливаюсь и все, и дальше я не знаю, что с этим делать. А что вы хотите купить цифровое вместе? Лейк? Да, конечно, конечно. Это ж любовь с первого взгляда. Она может быть там черная, белая, цифровая, но для меня только лейк пока в фотоаппаратах существует. Сбрасывал фотографии Алан Радье, по-моему, или как-то так? Одного из способов. Помнишь, вот, то, что фотографируют на цифровую лейку у него? Да, 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 был такой, был такой человек, да. Это довольно-таки, ну, не знаю, мне кажется, что там минимальная какая-то обработка. Я просто вижу нюансы, ну, которые, может быть, ну, не всем заметны сразу, вот, потому что я же процесс свой провожу изначально сам, то есть до зарядки пленки, да, то есть до конечного результата, чтобы можно было его увидеть там, ну, хотя бы просто в электронном виде, для того, чтобы просто человеку отдать потом отпечаток и сказать, что нужно сделать вот так вот, как он сделал это все. Ну, вот, ну, телефон, наверное, этого не передаст там расстояние, на расстоянии, вот, ну, поверьте, что оно достаточно красиво на бумаге выглядит, чем в электронном виде. Ну, вот, все равно, вот, даже та же черно-белая фотография цифровая, у нее есть много нюансов, много очень нюансов, и много нужно сделать каких-то телодвижений для того, чтобы она превратилась, ну, хотя бы в похожую пленочку. Ну, по крайней мере, я это вижу, и меня это очень сильно раздражает, вот, во мне, даже то, что я снимаю, и я же пробовал просто снимать и налейку монохром, и, там, налейку М10, налейку М9, налейку М8, вот, и делать из него черно-белое, там, или сразу черно-белое на монохроме, ну, оно для меня не черно-белое. Черно-серое, да, но не черно-белое. Ну, интересно, потому что, мне кажется, я же говорю, что вот этого Алана, по большей части, минимальная какая-то обработка, у него действительно так, возможно, это Lightroom, да, или как, вот эти программы? Да, можно это все делать в Lightroom, вот, самое лучшее для равов, это, по-моему, боже, я забыл, как называется эта программа, но она, вот, леечники ее используют. Ну, может. Один из, один из лучших конвертеров рабовских. Там, у нас еще они, Никита, спрашивает, что предпочитают, фотографию или художественную? Еще раз, еще раз, не услышал? Можно ли объединить художественную, ой, вернее, не объединить, а какая больше тебе нравится, коммерческая фотография или художественная, и можно ли эти жанры объединить? Можно объединить, только это никому не надо, вот. Вот, коммерческая фотография, мне не очень нравится, потому что, ну, я там мало участия принимаю, ну, то есть мне говорят, как нужно, а мне так, ну, я так не вижу, например, и мне это сложно. Есть люди, которые работают, допустим, на заказчиках, ну, а я так не могу. Я сначала чувствую, а потом снимаю. Ну, или это происходит автоматически. Capture One, вот он сказал, эта программа. Есть Capture One, но это немножко не то. RPP, вот, все, называется она RPP. Вот, и я пробовал в ней обрабатывать филеечные файлы, очень красиво получается. Вот с M9 и с M8 получается просто, ну, вот, получается объем. Ну, вот в другой программе так не получается, ни в одной другой программе так не получается с равными цифровыми файлами. Вот, для того, чтобы оно было похоже на, там, на тот же иктар, например, вот, моя самая любимая пленка. Пока Порту-160 виси и не убрали с производства кода. Там могут, на самом деле, кто смотрит, задавать тоже вопросы, вдруг у кого-то будут появляться. Да, мы с удовольствием ответим с Лешей, потому что... И еще, вот, сегодняшние дела вот с самой пленкой. Я смотрю, обращаю внимание, что там кодек, к примеру, да, кодек Color Plus пропал. Мне кажется, потихоньку, не знаю, как-то вообще. Он пропал, потому что кодек не рассчитал свои силы и не думал, что будет такой очень большой ажиотаж на пленочную и технику, и фотографию. То есть, после того, как появилась цифровая, там, большая линейка, сумасшедшая. Просто сейчас есть все, что только можно себе придумать. Особенно, там, без зеркалок, тьма тьмущая. У каждой конторы, там, по несколько. Вот, и это очень тихая камера. На нее можно поставить ведро с дырочкой и фотографировать все, что угодно. Вот, и кодек не рассчитал, и все запасы у них закончились, а тут, как бы, и у кодека, там, наверное, какой-то есть свой кризис, наверное. Вот, но они обещали слезно, что у них все это будет в этом году. Они запускают сейчас выпуск. Кодек Color Plus точно будет. Вот. Просто единственная цена непонятна, какая будет. То есть, она уже не будет, наверное, самой дешевой пленкой. Ну, а может и будет. Ну, неизвестно. Но то, что она будет в этом году, сто процентов. Слушай, я вот, кстати, еще вспомнил про момент. Мы с тобой обсуждали, когда последний раз виделись. Ты, интересно, рассказывал про резкость портры. То, что у тебя заметил портры, которая покупается, там, на территории Украины, к примеру, и та, которая была завезена, заказана с Америки, той же. Это была не портры, а это был Kodak Gold. Ага, ну, может, Kodak Gold. Да, Kodak Gold. У меня была просто, ну, какая-то... Я снимаю одну и той же камерой. Зависит, ну, вот, резкость. То есть, в пленке есть, понятное дело, там, фильтры, да, которые ты там, если цифровая фотография, накладываешь сверху, обрабатываешь. Но вот то, что касается резкая пленка и нерезкая, как, как, что это такое? Я сам не понял, почему так произошло. Вот, у меня просто был наглядный пример. Проявляем мы вручной проявке цветную пленку, ту, которую я снимаю. Вот, одни и те же объективы, одна и та же камера, то есть, объективов там два, там, широкие и неширокие. То есть, на широком объективе там резкость, там, с трех метров начинается такая, что просто можно порезаться об нее. Вот, и случайно мы начинаем сканировать. Ну, один и тот же человек, который сканирует, и сканирует он всегда одинаково. Вот, мы смотрим, что получается, я вижу, что одни картинки резкие, вторые нерезкие. А на тех объективах, на которых я снимаю, нерезкость, ну, это только с закрытой крышкой она может быть нерезкость. Вот, и я потом начинаю вспоминать, какие пленки были, и вот, даже, может быть, наверное, коробочки остались валяться дома. И получилось так, что пленка, та, которая приехала с Америки, с B&H, по-моему, там было все красиво. Вот, а та, которая приехала, я не помню, там, они же производители не пишут, вот, как что-то там было написано, типа, или европейская там фасовка, или еще какая-то, вот. Ну, там с резкостью была какая-то просто лажа, причем не на одном кадре, а на все пленки. То есть, везде, везде была какая-то лажа. А ты думаешь, изначальная проблема, связанная, там, с химией производства сама? Ну, может быть, может быть, очень редко бывает с профессиональными пленками какие-то бока, вот. Ну, пару раз было такое что-то непонятное, там, с 3Х один раз было у меня, вот, и с какой-то еще, кроме вот этого голда, еще с какой-то пленкой. А, с Портера 800 был один раз у меня в жизни, одна из дорогих пленок, вот. И там было что-то тоже непонятно, зеленое все. Хотя, фильтры зеленые после черно-белой фотографии я скручиваю, когда снимаю на цвет. Написал Леон Янко, не знаю, кто это, Ромчик, доброе утро, прекрасно выглядишь. Разговоры ведете, но лучше камеру в руки и на улицу. Ну, вот, скоро пойдет. Сейчас идем, сейчас идем уже. Осталось тут чуть-чуть, камера с собой. Ты выбираешь время, потому что я для себя, ну, это, там, год или, ну, первое время я активировал большую часть в клубах, и это было все-все с крышкой. Потом я для себя начал открывать с природным светом, с естественным, вернее, светом. И столкнулся с такой вещью, на самом деле, что я не люблю вообще снимать зимой за счет того, что оно все серое, нету этих теней, но все равно как-то некрасиво. Для меня, конечно, вот сейчас наступает потихоньку-потихоньку золотое время для того, чтобы фотографировать, это по большей части. Особенно я обращал внимание, если я где-то на море нахожусь, вообще с утра, там, с 7 до уже в 9 начинает немного так лупить солнце, или же там вечером, где-то после 6 часов вечера. Какое для тебя это любимое время, поскольку черно-белая фотография, она может быть контрастной, да, может на самом деле интереснее снимать в обеднее время, потому что бьет сильный свет, сильная тень, и, типа, на слоне твоей. Услышал, да, средний вопрос? Да, смотри, получается, какая история. Есть определенное съемочное время, там, утром и вечером, вот, и, там. Полдень вычеркивается, потому что солнцестояние, ну, вот такие вот тени, вот такие вот страшные, там, и все остальное. Вот, но я все равно не парюсь в этом плане, потому что, ну, для меня такого времени, как бы, ну, я снимаю всегда, там, и ночью, и утром, и днем. И стараюсь просто, если я понимаю, что вот этот кадр, который я вижу, и он будет перемещаться в сторону, там, тени, вот, я сразу камеру переключу. Ну, камера всегда, как бы, готова к съемке, потому что, пока ты идешь, вот, оно висит всегда у меня, там, на плече, вот, всегда там перекручивается диафрагма, вот, всегда быстренько делается выдержка нужная, вот, камера всегда взведена. Ну, вот, и ты всегда готов. Нужно дождаться просто определенного, там, ну, можно, конечно, не снять, если совсем очень ярко пришло, потому что на лейке, допустим, самая короткая выдержка, это однотысячная, вот, ну, и диафрагма закрыта, это не совсем интересно. Угу. И поэтому приходится чем-то жертвовать. Первая механика была Вайклендер, и на ней, вот, я не помню, по-моему, две тысячи было, и периодически, конечно, там, в час, в пик, ну, там, в двенадцать часов дня не хватало, там. Не хватает, да, не хватает. Трешки, хотя бы, минимум. Ну, поэтому, когда ты сам проявляешь, можно там как-нибудь что-нибудь там срегулировать уже потом в проявке, ну, желательно, чтобы эта вся пленка была снята одинаково плохо или одинаково хорошо, ну, чтобы можно было понимать, как проявлять, вот, ну, либо уже чем-то жертвовать, ну, либо можно пожертвовать, там, всеми кадрами ради одного того, который ты понимаешь, что он самый лучший, ну, вот. То, что тебе нравится самой диафрагма, какие, возможно, твои любимые, я не знаю, там, значения, я, к примеру, для себя понимаю, что мне не нравится снимать то, что там больше даже пяти-шести, ну, по диафрагме. Наверное, там на самом деле было бы хорошо, но то, что для меня там срегулирует резкость, оно, ну, выглядит зачастую как цифровая какая-то фотография. Я раньше снимал в основном на открытых значениях, то есть там 2, 2,8, там 1,2, если там объектив 1,2, там 1,4, вот, пока не начал печатать. Вот, как только я начал печатать, когда печатаешь, там, допустим, ну, вот в последнее время это 2 любимых формата, у меня там 30 на 45 и 60 на 90, вот. Есть ребята, опять же, там, мастерская ручной печати, большой привет Артему, вот, который вытворяет чудеса просто с печатью, вот, он молодец, большой, и просто когда у тебя печать такого формата, то там, может быть, не совсем все так красиво, как кажется на мониторе, когда ты сканируешь это, вот, и... Формат где-то, да, приблизительно? Что там? А второй и третий формат ты только что назвал приблизительно? Ну, приблизительно, да, 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 вот, и поэтому, ну, вот, последние там, ну, наверное, последние 4 года я снимаю там 5, 6, 8, вот, ну, вот, последний год вообще 8 просто стоит постоянно 8, диафрагма 8, и я бы не сказал, что она такая сильно цифровая получается, вот, все зависимости от качества оптики, наверное, ну, я же, я пользуюсь старыми объективами очень, и там, как бы, есть какой-то свой шарм и на открытых диафрагмах, и на закрытых. Ну, то есть, все зависимости от того, как это будет выглядеть на печати, ну, то есть, очень интересно, как это выглядит на печати. Какие старые объективы, вот, скажи, мне с последних нравились, Юпитер очень нравился, я помню, что я выставлял какие-то фотографии, еще мне комментировал Никита, говорил, что, типа, это там не на него, хотя, типа, мне очень зашел, очень хорошее по качеству, действительно, с байонетом Лейка М, новый клендер, классные получались снимки. Какие у тебя любимые были, вот, за последнее, возможно, время объективы, и советские, если брать, и если брать зарубежные? У Юпитера очень много всего красивого, особенно старого, там, вот, 50-е годы, это же тот же Цейс, который, там, пилился даже с тех линз, которые были сюда перевезены, вот, вместе со станками. Вот, у меня был Юпитер 12-й, это 35 миллиметров 2,8, вот, странный объектив с огромным длинным ходом, пока накрутишь его, там, вот, не так, как у Лейки, там, четверть оборота, там, у тебя раз, раз, и все, там, бесконечности, и, там, 70 сантиметров, вот. Вот, но там картинка была очень красивая, очень мягкая, она ни на что не похожа, то есть ее нельзя сравнить, то есть вот она, вот, красивое все, это вот, как, даже не знаю, вот, с чем это сравнить. Вот, просто нравится, и, вот. Ну, в основном, конечно, я пользуюсь старыми объективами Лейка, вот, у меня была возможность перепробовать просто какую-то дужу в илыку количество, просто огромное, нереальное огромное количество объективов, нереальное огромное количество. Я, кстати, помню один из твоих советов, это не коллекционировать, не собирать объективы. Самое главное, да, это просто, ну, есть люди, у которых просто количество объективов превращается в, там, тумбочку, просто вот этих вот пасочек, и они просто складываются, и в основном снимается на что-то одно, просто невозможно, я, когда куда-то уезжаю, у меня, когда, когда у меня было 4 объектива, вот, и, там, 2 камеры и 4 объектива, и я беру с собой 2 камеры, 4 объектива, снимается на что-то одно, это все с собой тягается, а вдруг прилетят инопланетяне, как говорит мой товарищ, а у тебя нечем снимать, вот, ну, всегда вот такое поломанное плечо от сумки, вот, и снимается всегда на один объектив, и это лучше, то есть, ну, больше толка. Никита, я вижу, не верит, что я снимал все-таки на Юпитер, говорит, что Юпитер говно, Леха снимал на Лейку, подписал Юпитер. Я могу, я могу показать 35-й Юпитер, который стоил, ну, хай будет 50 долларов, например, вот, и у меня снято, вот, в конце географии есть серия, снята просто на один этот объектив, и я до сих пор сам не могу в это поверить. Я свой Юпитер, чтобы ты понимал, его не было на Аликсе, в каких-то там порталах, я нашел чувака на ebay, который был с Украины, я ему написал, чувак, у него какой-то там с резьбой, продали объектив, он не захотел, и мне в результате пришлось спросить моего друга из Чикаго, он ему высылал в Чикаго, и из Чикаго мне прислали сюда этот объектив. Санта-Барбара, я даже, наверное, знаю этого одессита, мальчика, наверное. Аликс сейчас выставил, он больше там 5000 гривен, который стоил на тот период, он типа в идеальной вообще, как выглядит, плюс с самим с резьбой на лейку. То есть я, на самом деле, остался Юпитером очень доволен. Я вернулся к клендеру, мне хотелось бы, потому что сейчас я большую часть фотографирую на 50 миллиметров, это вот на... Ага, у меня такое было когда-то. Да, мне очень нравится, намного больше попаданий, конечно, мне за счет того, что я еще в очках. Зрение, да, очки очень мешают. Для дальномера очки это катастрофа. С механикой, да, с механикой у меня остался вот такой, это мне друг дал попользоваться. Супер камера. Да, тоже маленькая, супер, это роляй. Да, можно даже не смотреть, можно даже не смотреть в видоискатель, потому что там дальномера нету, по-моему, если не ошибаюсь. Он шкальный, да? Да, да, очень долго. Сейчас мы задали вопрос, что за ребята по печати? Еще раз скажи, как они их зовут? Есть, значит, они есть в Инстаграме, это Артем, вот, и есть Артем в Фейсбуке. Так и называется, можно забить, мастерская о ручной печати, вот. Сказать, что Рома отправил, вот, и... Где они находятся? Они находятся в Киеве. Это в Киеве человек, который печатает, он понимает, что он делает. Может, какое-то название, как у вас там, фотофонд, к примеру? Вот, он так и называется, мастерская о ручной печати. А, окей. Прям, можно вот так вот забить в Фейсбуке, и... Если я научусь поделиться как-нибудь здесь, как это выглядит, его страничка, можно его найти в этом самом. Ну, он, ну, то есть, можно забить в поиске, мастерская о ручной печати, он в Фейсбуке выпадет. Ну, да, на самом деле, тут эфиры длятся по часу, там, через три минуты он оборвется, и будем заканчивать. Вот, давай, последний вопрос спрашивает. Подскажите, где можно, где можно придбать достойный, достойный рабочий пленочный фотоаппарат с объективом? Можливо, есть какие-то платформы, сайты? Ну, наверное, это OLX, да, в первую очередь? Да, OLX, да, ну, нужно просто верить или продавцу, или вот то, что пишут. Но в основном бывают очень непорядочные люди и торгуют всяким непотребом. Вот, можно записать мой телефон и набрать меня, то есть, нужно просто определиться, что интересно, вот, и можем что-то подобрать интересно, потому что там в том же фотофонде есть там масса интересных камер. Вот, иногда у меня или там моих друзей проскакивают какие-то интересные там зеркальные вещи, там, тяжелейки, например, там, вот. Можно, если там человек только начинает, начать, ну, с чего-то попроще, там, допустим, зорки. Вот, какой-нибудь там купить в районе там, ну, до тысячи гривен можно купить неплохую камеру. За 100 долларов можно уже купить что-то толковое. Ну, да, если дороже, я бы вот это себя рекомендовал, если хочется лейки, лейку, но на лейке не хватает. Вот, Войклендер – это супер вариант. Супер камера, да, супер камера. Просто можно с нее начать и потом просто понимать, куда двигаться. Потому что купить лейку за тысячу долларов и ходить просто с ней, потому что нету объектива, вот. Потом купить Юпитер и не понять, зачем же была лейка нужна. Вот, ну, все очень сложно, но хотя бы, я же говорю, Юпитеры бывают разные, бывают очень красивые, а бывают очень бестолковые. Ну, давай, просят твой номер. 066? 066, да. 922? 922, да. 1779. 17, ой, 1779, 066-922-1779. Да, можно звонить и задавать всякие разные глупые вопросы. Хорошо. А, вот спрашивают про конику XR еще. XR, да, есть такие несколько вариантов. Есть AF и есть RF. И RF я снимал, у меня были эти системы, обе. RF, это, которая идет с байонетом M под лейку, вот. Она электронная. Там есть несколько подводных камней, но она работает неплохо. Единственное, что там видоискатель очень маленький, допустим, для 50 миллиметров. То есть, в основном для широкогольных объективов рассчитана эта камера. Ну, вот, по моему мнению. Вот, ну. Да, и там проблематично, если ломается, ее починить. Да, если ломается электронная камера, в нашей стране чинить это все очень сложно, потому что нету мастерских. И есть мастера, но они не очень охотно берутся за это дело, потому что нету запчастей. То есть, ничего нельзя у нас купить, а выписать это... Это только вот мастерская, которая на Шатару Ставели тоже находится. Да, да, да. Там неплохие ребята есть, да. Шатару Ставели 34. Есть такая мастерская, вот. Там есть такой Юра, вот. К нему можно обращаться, у него такие руки золотые, вот. Он много знает об этом всем. Ну, если нету запчастей, то все. Ну, так же, как и Contax G2, крутая камера с суперобъективами. Но если она ложится, то ее поднять практически невозможно. Хорошо, Ром. Все, будем заканчивать, потому что сейчас оборвется... Да. Всем большой привет, спасибо, кто нас слушал. И смотрел. Вот. Любые вопросы, звоните, пишите. Да, все. И то, что касается камеры, объективов, можете... Леша, тебе спасибо большое за прямой эфир. Да. Спасибо, здорово, счастливо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok